Принять участие в слушаниях, внести предложения, задать вопросы по проекту бюджета нефтьюганска мог любой житель города. Для этого достаточно было пройти регистрацию. После вступительного слова председателя слушаний, с докладом выступила директор департамента финансов. 2018 год выглядит следующим образом. Большую часть, а именно 53,8% составляет расходы на образование. 9,7% это расходы на национальную политику. 9,3% будет направлено на общегосударственные вопросы. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 8,6%. После окончания доклада вопросы от участников слушаний стали поступать как в письменном, так и в устном виде. Нефтьюганцев интересовали конкретные суммы бюджетных поступлений на ремонт и строительство дорог, на покупку спортивного снаряжения и экипировку. Размер выплат на питание детей в школе. Питание на одного школьника в размере, на одного ребенка в день 170 рублей. И также у нас за счет средств местного бюджета для льготной категории деток будут тоже запланированы денежные средства. Это дети, которые у нас инвалиды, опекаемые, оставшиеся без попечения родителей. Заключительный вопрос прозвучал от Натальи Проскуряковой, общественного помощника, уполномоченного по правам человека в ХМАО. Ее беспокоил дефицит бюджета. Каким образом он будет погашаться? После того, как докладчик разъяснил ситуацию по этой проблеме, началось голосование. Абсолютно большинство участников слушаний проголосовало за проект бюджета. Над бюджетом работали очень много, долго. Были споры, были предложения, были дискуссии по этому вопросу. Но, тем не менее, бюджет принят. Только один человек голосовал против и два человека воздержалось. Каждый год он приносит какие-то изменения, какие-то, так скажем, новшества. У нас уже в этом году, мы уже знаем о том, что у нас с 1 января будет проведена индексация заработной платы работников бюджетных учреждений на 4%. У нас заложены денежные средства на исполнение указа президента. Остается добавить, что бюджет, как и в предыдущие годы, сформирован социально ориентированным. Это значит, что основные выплаты будут направлены на улучшение качества жизни нефтьюганцев. Ильдар Габидулин, Валентин Самблин, телерадиокомпания «Юганск».